ну чё всем привет у нас утро следующего дня хлебушек уже давно остыл я уже даже съездила в магазин с утра пополнила электричество вот такой у нас хлебушек вчера получился сейчас мы одну булочку сейчас мы сейчас одну булочку разрежем остальное накроем сейчас мы быстренько перекусим ну позавтракаем смысле позавтракаем и отправимся куда-нибудь гулять такой вот у нас хлебушек получился свеженький ну как свеженький вчера испеченный ну какая красота так и у нас будет шипа чай шиповник на у своего сбора это мы тогда с бабушкой с моей мамой собирали он уже подходит концу и буквально еще одна еще одна один раз хватит заварки и все нет у меня больше шиповника жалко собиралась я все собиралась сходить в лес насобирать такие собралась в общем останемся мы без шиповника у нас есть иван чай что принципе тоже неплохо будем иван чаем питаться так что я делаю я делаю 4 куска мне нужно хлеба остальное я уберу куда мне его убрать я вообще хлеба витя испекла немало так сказать много я обычно так не пеку я так пеку только тогда когда я хочу на сухари оставить то есть моя идея это чтобы испекать сразу много хлеба и часть его пускать на сухари вот такая вот у меня идея потому что мы очень их любит нас рыбка сейчас я ее открою копченый семга как всегда кто-то писал комментариях помню что типа это плохой почему-то завтрак дедит для детей вообще не могу понять почему рыбка красная в ней столько полезности как она может быть плохой плохим продуктом для детей я вообще не понимаю кто-то писал что надо там детей этим кормить утром тем кормить утром ну товарищи советчики мы кушаем то что нам нравится я не считаю что то что мы едим что это какой-то плохой завтрак вообще так не считаю на мой взгляд рыба это прекрасная еда полезная для детей ну а каши естественно мы тоже едим тоже едим и едим мы их часто и даже и не на завтрак а на ужин ну кому-то это может покажется странным но да мы едим мы едим часто кашу на ужин а не на завтрак так я тут наверное еще один кусочек хлеба вытащу чтобы эту рыбку все а приходилось так умерли рыбные руки иди сюда иди сюда еще два кусочка придется но не знаю сидят ли лёша с миша опять же тоже комментариях был спор о том что такие маленькие порции ну каждый привык кушать так как он привык кушать мы не жрём большие порции если кто-то хочет добавку взять да он пойдет и возьмет ну как бы утро у нас началось мы утро не завтракаем обильно и много мы иногда вообще пропускаем завтра вот такой аттракцион на ферме трактор катает посетителей на большой телеге ну а я заплатила за парковку один фунт и иду к ребятам они вон там стоят мы приехали в парк сегодня суббота в народу конечно слишком много парковочных мест еле найдешь а мы решили выйти потому что дождя нет очень тепло на улице наверно градусов 15-17 взяли с тобой чай всякие хрустики круассанчики всякое разное вообще вкусненькое взяли и поехали в парк посидим на лавочке покушаем подышим свежим воздухом да ребята все let's go зеленые поля на которых пасутся овечки зеленые они круглый год круглый год благодатная английский от благодатный английский климат на лавочках никто не сидит на за столиками пикник потому что сегодня еще пока что не настолько хорошая погода чтобы сидеть и греться но для погулять как раз здесь же ферма есть для детей вон там вот дом старинный дом то есть который сейчас музей но он закрыт пока что может быть когда-нибудь сходим и туда тоже хотя мы там с вами уже были кто меня смотрит давно помнит кафешки открыты в большом количестве здесь люди отдыхают пьют пиво на улице собачками со все коми но мы идем найти себе лавочку какую-нибудь хорошую для того чтобы посидеть на ней смотрите уже цветы вовсю цветут это маленькие такие миниатюрный весна вовсю архалов а будни здесь нет души и когда я снимала подобные поснимаю подобные места мы обычно ездим туда посреди недели и мне всегда в комментариях пишет кто-нибудь да напишет а почему где люди все ну потому что мы выбираем такое время когда людей нет здесь магазин старинный как бы здание старинная потому что это поместье где-то там 17 16 век вот эти вот арки здесь как бы выращивались какие-то экзотические цветы что-то такое вот раньше для хозяев ну теперь здесь магазинчик цветов можно в принципе зайти что-то купить но мне честно говоря ничего не надо здесь такие цветы которые для высадки в своем саду многие деревья уже цветут а многие деревья уже отцвели сегодня 18 число март 2023 года вот здесь вот смотри лавочки есть свободный да здесь посидим да конечно и на горе здесь и меньше дует на горе все-таки дует ну чё чай хотите алексей максимович я взяла ой знаете что я забыла я кружки не взяла в машине да никто не будет бегать кружки у меня есть шоколадный напиток но здесь вот одна кружка и забыла я кружки взять ну вот здесь кружка одна есть если кто-то хочет но хотите хрустики я вот такие вот дела вэджи стаус какие-то овощные соломинки ну на открывай натуральные абсолютно натуральные ингредиенты и даже краска натуральный шпинат и свекла а палочек полмина типа это солома типа типа овощная солома ну-ка открой одну хочу посмотреть а вон здесь нарисован шпинат и битву попробуем ой классный а ну вот лишь как соломинки с дырочкой вот зеленый это со шпинатом розовый вон миш бери бери упаковочку а розовые это со свеклой ну-ка агаша отведай как почти как морковка да красанчик хотите ну на бери открывай за маленькие такие красантики а также взяла вот такой шоколадный напиток он на основан на соевом молоке очень вкусный намного вкуснее чем на обычном коровье молоке не знаю почему это попали на франции хотя даже если шоу тулови да 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 и мужчин понятно тело хе 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 6 да хе 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 х� хе 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 Снимают свадебные фотографии. Хочу вам показать цветы. Мы здесь проходили с вами буквально, не знаю, наверное, две недели назад. Помните, вы здесь вот проходили? И я говорила, что вот цветы еще пока что нету, что посадят, что пока как-то все так очень скучно. Ну вот уже начали цветы приходить в себя после зимы. Смотрите, как красиво. Целый ковер вот такой вот сиреневый. Место, надо сказать, просто, не знаю, волшебное. Я уже говорила, записывала, кстати, на этом видео, уже говорила когда-то много лет назад, что именно это место, оно какое-то притягательное для меня. Здесь выросли, можно сказать, мои дети. Мы находимся сейчас в деревне, она буквально, не знаю, 5 миль от нашего дома. И мы здесь проводили, не знаю, каждые выходные, наверное, постоянно здесь гуляли. И здесь они выросли, вот эти все места. Они просто родные им и мне тоже. Конечно, сейчас много очень народу, не слышно птичек пения. Но посреди дня, посреди недели здесь такая красота. Не души. Птички поют, цветы цветут. И сидишь с чаем вот так вот и просто наслаждаешься жизнью. Красота. 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 миша ты где был попили мы чаю съели все что практически все что принесли и тут начался небольшой дождик накрапывает кстати вот эти все лавочки это на которой мы сидели их поставили и сами люди с разрешения конечно государства они в честь как кого-то вот умершего какого-то родственника вот совсем свежие цветы воткнуты в приделанный такой джок небольшой и написано сюзанна виктория которая родилась 50-м году умерла в девятнадцатом году а также еще еще два человека тоже видимо у них одна и та же фамилия еще то есть эта лавочка в честь трех людей которые умерли 85 2005 и 2019 вот такая вот хорошая идея человек ставит лавочку на которой посетители могут сидеть и эта лавочка в честь кого-то здесь же есть еще викторианский огород сад но мы туда не пойдем и там уже много раз были мы сейчас пойдем здесь кстати крематорию вот здесь вот животных животных крематория для животных закрыты ворота написано the perfect rested place идея идеальное место для вот как сказать упокоения или как-то сказать но мы идем дальше по дорожке здесь рододендроновые леса парк такой вот такие вот красивые стволы у них но пока что не вижу никаких ордендронов которые бы цвели здесь все в этих рододендронов есть вот такие вот проходы до где дорожка а есть проходы из травы из газона тоже можно пройтись вдоль этих всех ордендронов но пока что не вижу никаких цветущих и вообще-то начинается уже дождик даже огромное дерево под ним совсем не капает люди остановились и женщина говорит сколько же лет этому дереву тоже стояли и удивлялись насколько оно мощное большое красивое я не знаю сколько лет этому дереву это одно из наверное самых крупных деревьев которые я видела в своей жизни невероятная красота а что за дерево вот посмотрите какие у него листочки не листочки а вот такие вот наверное хвойная какой-нибудь листочки а вот так вот и Ну-ка посмотрим. Так, это Кенн Холл зимой. И что написано? А, это что ли воспоминания людей? Да, это воспоминания людей, которые приходили сюда. Вот так. I remember taking a photo of my son at Easter, the kids got to bake goodies and dress up in the house. Вот так вот, да? Представляете? То есть люди оставляли какие-то свои воспоминания об этом месте. Их повесили на одной из ветки дерева. Леш, ты пытаешься что-то оторвать? Ты что так держишь? Кстати, что держишь, покажи. Ну, покажи, покажи. Ну, дай посмотрю, что там у тебя. Там просто какая-то ебой какая-то. А это, видимо, что-то из истории уже. Ты так не тяни, Леша. А то мама ли оторвется? Ну, оно, конечно, крепкое. А, ну да, оно... Оно, смотрите, как оно на тросиках. Трос железный. И держится оно на ветке. Какие ветки здесь большие. Это что-то новое. Здесь были рододендронские завалы, так сказать. Как вы видите, вот по периметру сложили, разгребли эти все ветки. И сделали здесь такой вот, как под деревом, такое место отдыха. Здесь вот такая надпись, столбик стоит. Ясень манновый. Вот так вот его огородили. Не знаю, что это за дерево. Если знаете, то пишите. Написано, что это одно дерево вплелось в другое. Было посажено в 1770 году. И это самый старый экземпляр во всей Британии. Вот так вот. Как я там сказала, ясень манновый. Вот. Одно дерево вплелось в другое. Вот такое дерево. Не знаю, что это за дерево. Чем оно знаменито. Просто зашла быстро в гугл, посмотрела, как оно переводится. Манна аж. Ясень манновый. Вот так вот. Вот такое дерево. Вам что-нибудь об этом говорили? Название о чем-нибудь говорит? Мне нет. Если знаете, пишите в комментариях. Буду вам благодарна, если вы что-то знаете об этом дереве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok